здравствуйте уважаемые телезрители на первом альтернативном программы открытый эфир я владимир банщиков и сегодня гость в нашей студии создатель и бессменный руководитель всеми народного любимого ансамбля забава николай борисович усипов здравствуй коля добрый день ты помнишь как все начиналось да я помню как все начиналось расскажи 25 лет спустя так сказать можно сегодня сказать начиналось все восемьдесят девятом году в нашей любимой академии культуры тогда был институт культуры начинался студенческого коллектива тогда возникла просто идея вот создать свой коллектив у меня возникла идея что я приехал тогда после учебы в питере тогда в ленинграде после работы преподавателем академии культуры решил создать свой коллектив который будет отражать традиции русского населения нашего региона а именно семейских старообрядцев забайкальских казаков и просто такую русскую культуру потому что я был воспитан в этом направлении не сюда нравилось я в питере когда учился в ленинграде поправлюсь был ансамбль скаморохи два года я там учился в аспирантуре и в этом ансамбле тоже играл занимался на балайке на духовых инструментах жалейки свирели и тогда у меня созрела идея что приеду лаунды создам свой коллектив такой же был как скаморохи чтобы мы гастролировали ездили за скаморохами удалось съездить в японию было просто незабываемая поездка до сих пор в моей жизни да ну это время 1 боя это было первое и самое лучшее самое лучшее для меня япония конечно осталось такой странный чудес хорошем смысле слова в то время 86 год это было просто другой мир другая реальность да как нас там принимали как как все организовано было в плане технического оснащения но 86 год они извинялись и говорили извините у нас оборудование 30-летний давности устарела для нас это было как-то 30 лет после этого прошло 25 лет у нас такое оборудование еще нет к сожалению у нас здесь того чтобы выделили в японии но получается да да где-то так лет 40 50 может меньше сейчас уже на на меньше хотелось бы надеяться что меньше вот и вот после этого всего здесь по работа конечно тогда были соблазны и остаться в питере там много было интересных возможностей наверно не побоюсь этого слова сказать патриот поехал сюда боятся и туда пропагандировать да особенно сегодня до поехал в ланды думаю как минимум три года то я должен отработать на самом деле не было и тогда таких мыслей потом возникали мысли что может быть уехать куда-то москва центр ну а вот забава так так затянуло сильно что были и другие работы параллельно но забава всегда было то есть мне вот это 30 лет сегодня на 25 лет больше мы будем и мы готовимся к юбилею хотим провести подготовить большие концерты с новой программой с вами костюмами ну конечно с нашими дорогими зрителями любыми но это в конце скажешь про зрителей хорошо пригласишь естественно это без безусловно ты помнишь свой первый концерт вот концерт забавы где он проходил до как так вот так примерно примерно помню это было в конце 89 в ноябре кстати мы тогда назвали сначала за байкале первое название было такое недолго прочитывало может месяц может еще меньше дело в том что я хотел чтобы мы отражали в названии регион где мы живем забайкале 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 мое или прибайкале в общем то мы забайкале вот и помню один концерт за игра его мы поехали тогда это было накануне или в день у нас же был праздник день комсомола 29 октября да как раз вот тогда пригласил комсомол наш городской республиканский подпруген если не ошибаюсь был такой у нас по моему долго вот и мы выступали в за играем и тогда сказать что мы забыли забайкале новый коллектив и кстати за играем мы не были 25 лет недавно съездили снова удивительно так сложилось вот да мы и мы стали тогда много очень ездить именно вот почему-то в заиграевский район но и волонды выступали много и как-то очень быстро мы стали приобретать популярность правда мы такие были мобильных было немного где-то 10 до 12 человек до колеса начинал забыл вокальная группа и плюс инструменталисты вот хореографии не было пели песни играли мы все как-то было так задорно по-молодецки от души так сказать но это осталось до сих пор ну сто процентов уверен что вот этот задору молодость она осталась откуда вы берете репертуару давай чуть-чуть тебя перебью да вот потому что горишь пели музыку играли откуда репертуар ну репертуар из разных источников у нас же есть руководители есть хормейстер галина михайловна она постоянно в поиске там в интернете и в нотах что-то что-то в записях старых записях в наших записях в дисках которые нам дарят которые мы покупаем по разному сейчас конечно мы несколько шире у нас репертуарная политика нежели раньше мы только вот семейские песни пели только казачьи забайкальские сейчас мы конечно шире там берем иркутск обувь красная сибирь берем центральную полосу россии казаков тоже разных мы поем авторские песни а пока написаны композиторами военные песни последнее время поем много пять лет назад мы делали юбилей у нас был целый блок военный и вот сейчас еще больше целое отделение военных песен и танцев разные но это проблемный конечно вопрос репертуар хороший то есть не все к нам сегодня подходит не все мы можем донести так как хотелось бы не все может понравится зритель нашему мы работаем на зрителя прежде всего ищем это оригинальные вещи которые прозвучат но в то же время они не стремимся за тем что все такое было попсовое что такое что было все шоу конечно нужна и лирика нужна какая-то глубина в песне патриотизм обязательно да а россии поем песни танец у нас есть россия так и называется там там слова где прорвусь про россию обязательно мы такие песни берем патриотизм до любовь к нашей родине она у нас присутствует и мы сами это через себя пропускаем вот конечно стараемся находить какие-то местные местные произведения сложно сейчас немножко стало все как будто перепета уже сколько инструментов у тебя забаве сабли используется в концерте у нас такие основные инструменты у нас два баяна гармошки меняем разной тональности у нас есть балайка прямо на которой я сам тоже много лет играл сейчас есть у нас балайшник слава богу я могу заниматься другими вопросами значит духовые инструменты жилейки свирели у нас такой принцип вся вокальная группа она о чем-то играет мало то что они поют прежде всего они поют хотя есть люди которые прежде всего инструменталисты они поют и те которые вокалисты они играют инструментах таких доступных взаимозаменяемость универсальность это самое начало и было у нас в принципе на этом мы когда-то наверное может быть выглядели очень оригинально и необычно ярко мы сейчас наверно то же самое выглядите да мы сейчас мы сейчас меньше совмещаем меньше у нас тоже есть хореография и вокал если поет то поет но есть но когда у нас было меньше те первые годы и наверно до 2000 примерно года 99 точно нас хореографии не было и в основном 12 человек на сцене делали все и играли вернее сначала пели играли и танцевали сами делали танцевальные номера то есть всю универсальность надо в принципе это была наша творческая кредо вначале потому что как бы вот народ он народ уже талантливый народ самородки они все умеют делать они поют они танцуют они играют рассказчики они артисты скоморохи те же которые жили несколько сотен лет назад профессиональные музыканты на ярмарках где где ты берешь самородку вот как они слава богу до самородки еще у нас есть они будут они будут да будут поза сейчас конечно мы испытываем какой-то некий кадровый голод особенно в хореографии ну молодежь не идет сейчас престижность профессии упала зарплаты конечно вот не соответствует тому уровню образования таланта подготовки вклада это не соответствует но еще за что сделать и в офисе там суть ли всякую такую до западную да я не верю говорить никаких образовый раз вот берем где берем здесь воду да я в основном бурятии нашей в чатинской области из ребята серобайкальска в основном наш такой регион за байкале вот в основном все выпускники нашей академии культуры музыкального колледжа имени чайковского училища культуры который раньше был сейчас его уже нет вот есть которые совсем без образования приходят ребята талантливый из коллективов и самодеятельных вот к нам и станица там из казачьего коллектива пришли два человека ребята саша сачёв саша одеянов ну давно правда вот они нас тоже пита подпитали немножко рассказать ну а вообще конечно все наши местные но мы смотрим смотрим выбираем приглашаем конечно не все идут кого бы нам хотелось взять кто-то уже ушел к сожалению там другие ходят в отрасли но вообще талантливых людей конечно много нужно только вот желание образование конечно надо образование специально профессиональное потому что по большому счету если стать хорошим специалистом надо проучиться 15 лет музыканту точно там музыкальная школа музыкальный колледж чувстве тут право 15 конечно у нас врачи 7 лет учить вот для сравнения врачей до 78 там например на у нас получается музыкальная школа пять лет музыкальный колледж четыре года и пять лет высшее образование то есть 14 лет как минимум а еще бывает и аспирантура то есть там еще два-три года но это уже так сказать по максимуму но минимально от 10 до 15 лет да очень серьезно да чтобы стать музыкантом значит вокалистом даже вот народное пение даже в вокальной группе петь в хоре нужно образование чтобы читать ноты и слышать слух и ну то есть подготовка профессионально нужна на скольки инструментах играешь на всех которые у тебя ну в принципе в принципе сейчас так особо не занимаюсь но свое время до играл и я закончил как баянист но параллельно всегда играл на балайке премии то есть заканчивая институт культуры музыкальную школу по баяну играл параллельно на балайке потом я значит много лет занимался духовыми инструментами ну наверное здесь мы одни из первых русские на русские духовые до народная жилейка свирель свирель до рожок коровий рок трубка вот такой инструмент очень колоритный здесь кстати воду до нас но немножко встречалась эпизодически до забавы никто не играл на духовых инструментов так вот серьезно группой сразу 45 инструментов ансамблем мы начали это так культивировать очень сильно хотя это для бурятии не традиционно было для забайкале как бы для россии в целом уже лейка свирели и рожок владимирский там кугиклы вот на всех этих инструментах я играл где-то лучше где-то хуже и сегодня так тоже где-то ребятам помогаю там подсказываю ну а так и гитара мышка фортепиано но ты будете инструмента лист очень так скажу но я не скажешь и мульти ну инструменталист по своему образованию по своем по своему опыту опыту да ими расприятию да это лизу у тебя вот эта любовь к музыке в целом и к народной музыки в частности это от родителей как наверно от родителей прежде всего от родителей где-то вот сидела но я сам пошел музыкальную школу хотел на баяне играть вот просто мечтал на именно на баяне тогда популярным был 60-е годы 60-е 67 68 у меня все парни у нас во дворе пошли играть на баяне потом появилась гитара уже ну там песенки девочки все пройти до эстрадные песни лирика любовь так далее а вот я договорю а что касается дальше потом был институт культуры там это вот сильнее еще появился именно потому что педагог был у меня хороший но не один педагог несколько педагогов научили привели любовь и вот как раз вот китов виктор васильевич меня как раз привела любовь к этому к разнообразию там на всех инструментах у него играл в оркестры дом рамала и балайка но и мы изучали эти инструменты же у нас был один спец и дополнительных два балайка добра а потом появились духовые ударные народные ложки там трещотки весь набор и вот так постепенно все ну как бы действительно ну ну сидит уже так сильно глубоко коль за 25 лет существования нет что они то слово работы до творчество твоего ансамбля сколько лет прошло сколько человек прошло через вот воспитание через горнил и забавы но сегодня нас 30 до около 30 и состав обновляется за 25 лет ну и думаю что но больше ста на на человек больше ста и минуткой что там тысячи но больше ста может быть человек 120 130 150 так вот так периодически появлялись уходили хореография была сразу человек 10-12 вот костяк есть который с того начинал и до сих пор с тобой я только одного серёжа гордин но это и есть костяк сергей гордичук участвовать и народный артист у нас бурятии жанна у нас сидинкина заслуженная надеюсь тоже будет народный вот это из первого состава татьяна на дударь вот четыре человека со мной спира состава до потом уже через десять лет появились люди но первый состав он право просуществовал примерно проработали мы вместе с восемьдесят девятого примерно подуты девяносто шестой девяносто двухтысячные вот так примерно в разное время уходили ребята ходили новые а в 93 образовался уже другой немножко состав один такой совсем серьезный вопрос на твой взгляд человека заслуженного с огромным опытом уже руководство целым большим коллектив каково состояние вообще сейчас культуры у нас в стране в целом и у нас в бурятии в частности ты можешь оценить вот как повышается или понижать или мы идем все в сторону попсы или все-таки у нас остаются какие-то вот зачатки народности национальной астики как бы к цена но если так взять в целом по стране но я думаю что все-таки культурный уровень по своим советским временем мне кажется он упал общий культурный уровень то есть потребность ходить театры потребность слушать классическую музыку народную музыку значит ходить в музеи ну раньше в школе когда учился мы ходили на ежемесячно ходили в оперный театр в наш до доходили в драматические в кукольный значит спектакли классами целыми сейчас дети тоже ходят но мне кажется нет такой потребности раньше воспитательный момент он был сильнее в школе воспитательный момент образовать сейчас как бы воспитанием не занимаются особо заняться образованием хотя есть попытки в разных на на школах разных городах вот ну другой да все таки много попсы много ее и везде много и строй эстрады много просто ну причем не очень качественно не очень качественно и конечно вот это вот просто засилие засели есть канал культура на котором вот хорошая качественно классическая музыка и джазовая и народная иногда народная очень мало кстати совсем народной мало если брать народные совсем не формат у нас же прекрасная оркестры в россии оркестр русских народных национальных инструментов всех республик у нас прекрасная джазовая музыка классическая ты хотел сказать про народную это именно что очень очень мало в эфире даже прекрасно оркестр имени осипова николая кстати оркестр имени андреева у нас профессиональные те наши оркестры Новосибирского радио. Их вообще не слышно. Кто и над? И что делать? И скольные наши вопросы. Даже Бабкина говорит, но не можем мы пробиться с такими вот какими-то народными красивыми песнями, обработками, потому что мы не формат. Для радио мы не формат. Для телевидения тоже. Тоже не формат, да. А по радио включишь, ну где народная музыка? Ее нет совсем. Нету. Да, все, попса. Бумс, бумс, бумс. Все такое. Не формат. Как может быть не формат? Да, национальная культура народа в целом. Русского народа и отдельных регионов. Хотя у нас в Бурятии звучит. Бурятская музыка звучит часто по радио, по нашим каналам. Вот. Ну, если взять классику, да, в нашем городе. Мне кажется, тоже здесь сильно упал уровень классической музыки, симфонической музыки. Я просто смотрю, вот, за развитием нашего оперного театра. Не так часто бывает, но бывает. Ну, когда оркестр, например, может исполнять классику, Чайковского, например, да, вальс цветов такой известный, и в одном и том же месте три раза сыграть фальшиво, ну, я не знаю. Это слышат фальшиво все или только все аналы? Ну, я думаю, что любой человек, который знаком с Чайковским, с классикой, ну, это же известная вещь такая. Ну, это было недавно. То, я думаю, что надо задуматься о состоянии все-таки симфонической музыки, духовой музыки. У нас вот сейчас как раз, насколько я представляю, очень большая проблема с струнными инструментами, с мучковыми. Скрипка, альт, велончелька, трабас. Большие проблемы с духовыми инструментами. Флейта, гобой, там, волторна, труба. Сейчас как-то все больше развивается у нас аккордеон. Это тоже хорошо, конечно. Развивается гитара, фортепиано по-прежнему остаются. Вот. А русские народные инструменты и классические инструменты симфонического оркестра. Сейчас у нас очень плохо. Здесь состояние. Коль, у нас время, к сожалению, не будет к концу. Давай коротенько. Один вопрос я не могу не задать тебе, как творческому человеку. Это, естественно, планы. Очень коротко. Вот ближайшие планы ансамбля Забавы. Ближайшие планы у нас юбилейная программа, которую мы назвали «К России с любовью». 25 лет творческой деятельности. Это будет 2, 3, 4 июня. Через месяц будет. Будет в Русском Драматическом театре. Ну, а самые ближайшие планы это у нас День Победы. Завтра 1 мая. Потом День Победы. У нас с 5 до 9 мы участвуем во всех мероприятиях. Во многих, вернее сказать. У нас всех невозможно. Выступаем и на Мемориале Победы. То есть, у нас там тоже будут новые песни военных лет. Сейчас подготовили много новых песен. Танцы новые поставили. Форма у нас военная. Настоящая 43-го года. Мы знаем про это. Да. У нас еще обновили. Обновили еще. Пилотов сейчас сделали. Пилотов танец. По традиции, я предоставляю тебе слово обратиться к нашим телезрителям, к поклонникам музыки, таланта ансамбля «Забава». Пожалуйста. Дорогие уважаемые телезрители, поклонники Театра народной музыки и танца «Забава». Прежде всего, хочется сказать спасибо за ту постоянную поддержку, за те звонки, которые поступают, за то, что на наши концерты всегда полные залы. Не так часто выступаем, хотелось бы чаще, но даже те нечастые выступления, мы всегда очень чувствуем любовь к нашему коллективу. Хочется поздравить всех, конечно же, с 70-летием нашей великой победы. Буквально через неделю мы будем все праздновать этот великий праздник, который мы очень ценим все. Мы специально для этого подготовили программу, которая будет звучать тоже в наших концертах юбилейных. Хочется всем пожелать мирного неба, чтобы не было войны, главное, чтобы мы все мирно, дружно жили, занимались творчеством, прошали детей, чтобы никто нам не мешал это делать. Спасибо. Коль, вот завершить, чтобы нашу программу на такой вообще хорошей ноте от имени телекомпания ТВ мы выражаем огромную благодарность тебе лично и твоему коллективу за ту помощь, которую ты оказал нам в создании фильма, нашего документального фильма «Память и правда», посвященную 70-летию Великой Победы. Спасибо тебе огромное и с юбилеем. Надеюсь, что мы на юбилейную программу ты нас пригласишь. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Уважаемые зрители, это была программа «Открытый эфир», гостем которой был создатель и художественный руководитель, бессменный художественный руководитель ансамбля «Забава» Николай Борисович Осипов. Я, Владимир Банчиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»